IT для бизнеса. Советы и практика. Выполнение некоторых бизнес-задач можно производить удаленно. Некоторые предприниматели выбирают для них профессионалов-одиночек, чаще всего недорого предлагающих свои услуги. Разберем плюсы и минусы работы с фрилансерами. Виталий Лаженцев, председатель IT-комитета Алтайского краевого отделения «Опора России». Начнем с преимуществ. Ключевые факторы в IT и диджитал, доверие между заказчиком и исполнителем и четкое выполнение бизнес-задач согласно план-графику проекта. Если вы сработаетесь с хорошим человеком, выйдете на общую реальность, он окажется ответственным и надежным, вы приобретете почти партнера, друга, понимающего с полуслова. Вы сэкономите деньги, а само взаимодействие будет быстрым. Казалось бы, то, что надо. Но есть и сложности. Разные часовые пояса, удаленность исполнителя от гемба, место, где происходит ваш бизнес, при недостатке его опыта не позволит качественно погрузиться в проект. Связь может прерваться в любой момент, в худшем случае вы потеряете предоплату, ваши данные и наработки исполнителя. В конце концов, человек может переехать, заболеть или найти постоянную занятость. Работа с фрилансерами – это бесконечный перебор людей, вербовка наемников. Не случайно по-английски «фриланс» – это свободное копье. Честно говоря, агентство и его более дорогие услуги тоже не показатель надежности. Причины и критерии отбора целых команд мы разберем в других передачах. Напоследок, несколько советов по подбору вольных исполнителей в IT и диджитал. Пообщайтесь с человеком, расскажите о себе, узнайте его ситуацию, занятость, что ему интересно, к чему он стремится. Обсудите перспективы дальнейшей работы, уточните текущие задачи и сроки, договоритесь о чистоте и каналах взаимодействия, удобных вам обоим. Убедитесь, что исполнитель понимает задачу. Запросите портфолио проектов, хорошо, если будущий партнер расскажет о них подробно. Профессионал не скроет неудачи, с гордостью продемонстрирует достижения. Если все хорошо, предложите тестовую задачу, лучше всего с разумной оплатой, проверьте, в каком виде и когда будет результат. Не экономьте фанатично, может быть, жизненная ситуация заставит специалиста взяться за дело ради любых денег, но потом ему будет физически не хватать ресурсов и он будет вынужден брать новые заказы. Ну, а когда есть 6-7 соглашений одновременно, начинают гореть сроки, появляются ошибки и теряется мотивация. Теперь вы знаете больше и сможете выстроить добрые рабочие отношения с фрилансерами. Успехов! IT для бизнеса. На Бизнес.ФМ. Барнаул.